дорогие друзья привет сзади меня литариновый уступ мы сегодня в комарово идем на эко-тропу эко-тропа комаровский берег находится в пяти минутах ходьбы от ж.д. станции комарова это вот та самая на недельку до второго я уеду в комарово непосредственно литариновый уступ это бывший берег литаринового моря которое было скажем так на месте балтийского и несколько тысяч лет назад соединяла соединялась с ладожским озером одно большое громадные вот у нас по правую руку как раз сам литариновый уступ эко-тропа по сложности никакая пройти ее может каждый и с детками сюда тоже можно сходить местами сделаны мостки и лица мостики через ручьи есть вот такой коскад сделан протяженность самого маршрута порядка двух целых восьмидесятых километра по пути очень много скамеек можно всегда найти местечко где просто присесть отдохнуть ну или же перекусить там наверху лестница и уже забор чьи-то дачи до самого финского залива нам совсем чуть-чуть эта тропа проходит к самому берегу конечно же выйдем так и тропу открыли еще 2014 году ну и постоянно ее как-то стараются усовершенствовать и облагородить по поводу добираться по поводу добираться сюда ходят и автобусы ну и вот электрички сам я приехал на электрички от финляндского вокзала ехать 49 минут выходные маршрутки ходят достаточно часто вилла рено на территории тропы преимущественно произрастают ели очень много муравейников соответственно так мне кажется мы идем по какой-то тропе которая которая не предназначалась изначально как тропа и там мы выйдем на какую-то дачу нет мы так не пойдем нам надо вернуться обратно такая тупичковая ветка была спускаемся по лестнице будет в вот а Продолжение следует... На самом деле, вокруг Петербурга несколько таких экотроп. В направлении Комарова есть еще экотропа из Трорецкие болота. Не доезжая до Комарова, станция Белоостров. Ну и там пешочком до болот. Еще в северном направлении Кавгалова есть и на западе. Маметник природы. Практически на каждом перекрестке есть указатели. Продолжение маршрута. Мы пойдем по маршруту. Такое вот мини-озеро Тире-Пруд. Для прогулки с детками. Да и в принципе, я думаю, взрослым для развития будет познавательно. Есть такие информационные доски. Какие растения, какие птицы, какие змеи и вот т.д. и т.п. Интересно, кого, кого там кормят? Рыбу, что ли? Рыбу, лягушек кормите, да? Рыбу, лягушки кормят. Точно, лягушки кормят. Там много лягушек. Нет, нет. Я думаю, вы слышали. У нас продолжение маршрута. Идем в Ельник. Ельник, так Ельник. Сегодня у нас 29 апреля. Можно сказать, первый такой прям дико теплый день. Так, еще один информационный стойк. Вы первый раз, ребят, здесь? Да. И как? Нам нравится. Пока мы считаем все. То есть не только для детей, но и постарше тоже интересуется. Так. Тропа расположена прямо вот между берегом моря и уступом бывшего Литарийного моря. Вот кто-то делает привал. Ну, тут елки есть, которые самостоятельно засыхают, самостоятельно падают. Да. Их лесники регулярно учащают. Поэтому можем видеть такие буреломы, как будто бы. Но это все или сами упали. Их просто еще не успели почистить. Ну, и тем самым создаются впечатления естественного леса. Люди, я сказал много этих скамеек, но что-то я пока ни одной не встретил, пока мы идем. Ну и как и люди, не найдя скамейки, устраиваются прямо на бревнах упавших елей. Тропа петляет между елями. К разговору о том, что ничего в природе нет прямого и перпендикулярного. Все вот как-то сгибается и поворачивает. Ну, это к тому, как у нас дворы современных ЖК, да и не только современных, организовывались, да? И ведь никто на 90 градусов не поворачивает. Все огибают. И вот начинаются эти все затаптывания газонов. Природа говорит как надо. Используйте. У меня с собой взята вода, бутерброды. Я планирую после прогулки по Комаровской тропе пойти на берег залива. Или может многие меня тут начнут поправлять, что это уже не залив. Потому что мы находимся уже за дамбой. Ну, кому как. В общем, пойду на берег моря. Усядусь на песочек. Буду наслаждаться теплым погожим дневником, пока мы гуляем. Это я вон так для аппетита вас раз задориваю, чтоб вы тоже захотели съездить в Комарово. Используйте. Я так делаю. Увидимся. 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 у нас еще листьев на лиственных деревьях нет лишь только почки вербы только вот свои почки дают весь фотка самого берега разделенный пополам зимой и летом берег достаточно пологий и такие валуны громаднейшие ну и прилив отлив то они под воду скрываются то выступают и вот выворотни судя по грунту который остался на корнях ты упавший ели плодородного слоя достаточно мало уже под ним идет слой песка какой-то маленький маленький муравейник очки выпали у кого какие проблемы так но почему бы и да кто это растение которое распространяется с помощью муравьев и 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 была очень познавательна очень так какие-то крышки гидрандов вдруг внезапно в лесу ребенок там где-то дятла разглядел или услышал вот видите от мала до велика тут по тропе шастает план дачного района в коломяке кому интересно ставьте на паузу читайте грозди муравьев проснулись полчища трудовые будни у нас сегодня выходной у нас очередная дилемма налево прямо или направо мы пойдем посмотрим на указать цель и указатель выход с маршрута это нам не надо центральная аллея мы с нее пришли большой пруд мы там были но вот продолжение маршрута направо сейчас пойдем а тут сокращение маршрута экологический маршрут собственно мы сейчас маршрут сокращать не будем пойдем по полной здесь у нас уголок следопыта от лосих волков рысей до медведей при желании из какой-то возможности можно определить хорошо идем вот благодать еще время когда комаров нет комарова и нет комаров быстро обгоним чтобы не показывать вам спины возвращение к муравейникам именуется нам табличка запах запах вот не передать этой вот еловой. Сейчас покрасить здесь веток насобирали. Они видимо еще подсыхают и дают. Вот это делать конечно не надо. Не надо здесь всяких колбас и хлебов закидывать в муравейники. Ну а тут план муравейника. Как он устроен для тех кто не знал вдруг. Кормушки кто-то вешает. Вот черничники, вот кусты черники еще без листочков, но уже с почками. И здесь черники тоже очень много. Обгоним. Здесь опять вот справа муравейник, за ним следующий. Слева там у нас за елью тоже северный лесной муравей. Мы уже начали отсюда. Это все прошли, прошли, прошли и нам еще идти да идти. На смену упавшим старым елькам. Молоденькие. Конечно же никто их тут специально не садит. Это все самосев, ибо шишек много. Белок тоже должно быть много. Ну и дятлы. В общем все кто этими шишками питаются. Очень много разъерошенных за зиму. Тут сосна старая упала поперек еще в прошлом году. Вот так напилили на чербачки и сделали себе кто-то табуретки. Есть и просто тропы лесные, по которым при желании, я думаю, можно и пройтись. А то как вы чернику-то будете кушать? Понятно, что у самой тропинки рядом ее не будет. У нас впереди опять развилка на развилке под старой елью. Очередной муравейник. Пойдемте направо. Вот, по-моему, вторая всего лишь скамейка по ходу нашего движения. Шишек сколько? Шишек! Что-то в лесу не наблюдается первоцветов пока никаких. Вот информационный стенд с птицами и они не только с птицами, тут совсем подряд. В общем, про круговорот веществ и животных в природе. Аккуратней. Есть маршрут, тут такая часть маршрута проходит прям по корням. Это мы что-то где-то срезали, я чувствую. А нет, у нас тут по-другому-то и вариантов не было. Так, литариновый уступ направо, налево сокращение маршрута. Мы никогда не сокращаем. Да, вот там, если видите, девушка спускается. Самого уступа. Это не наш путь. Геология и рельеф растительности. Ну и вот сам верхняя точка. Наверное, тут можно залезть в аналоги данной горки. Так, ну вот эта часть для тех групп маломобильных, конечно, будет непреодолима. Тут очередной завал, очередной ручей. Еремеев мост. Так, ну мы туда не пойдем, ибо там выход с маршрута и, скорее всего, даже калитка там чья-то дача будет закрутая. Так, ну эта часть была такая, пересеченная местность. Прямо преодолевать пришлось местами. Очередная геологическая история. Не знаю, тут смещение пород, скважина. Видимо, тут бурили, изучали берег. Наверняка, если здесь покопать, можно найти следы бывших владельцев, бывших жителей Литаринового моря. Всевозможные раковины окаменелые, окаменелые. Ох. Едальня для белочек. Для всяких сыниц. Чем можно кормить. Так, это мы оттуда сейчас пришли. Соответственно, бежим далее по маршруту. Как говорится, ближе к морюшку. Так, налево. Видимо, там кто сокращает маршрут. Идет до сокращения маршрута. Мы возвращаемся на центральную аллею. Вот видите, мамочки с колясками тоже могут в большей своей части спокойно везде проехать. Так, направо. Там уже, это уже не тропа. Это просто центральная аллея, это просека некогда было. Туда не идем. Птицы. Конек. Какая бы сейчас не понравилась. Бятлая. Сушка не была. Красный конек. Ладно. Ну да. Не надо, пока не было. Сделать дом. Кто первый заметит скворечник? Смотри, покажи, это вообще уникально. Да. Ты такого сама никогда не снимала. Не знаю, как вы, но я уже начинаю слышать шум дороги. Шоссе, который идет вдоль берега. Вот ты какой пёсель. Вот ты какой боевой. Да? Боевой. Шоссе. Боевой. Вернем. Боевой. Чувствуем. Шоссе. на приюзе или собаке тут беседочка есть на указателе было беседка даже она с мангалом что-ли посередине а нет просто стол просто стол и там видимо для птиц для белок что-нибудь насыпают съестное всяких круп семечков насыпано очередной камень быстро я пробежал свидетельствовавший нам о том что мы в памятнике природы комаровский берег очередной информационный стенд с ежиками андатрами горностаями и прочей живностью так для тех кто потерялся мы здесь следуем дальше часть маршрута проходит через шоссе это чтобы поясняю вы не подумали что это у меня самодеятельность нет маршрут так проложен здесь организовано пешеходное передвижение перемещение пересечения кому как угодно через шоссе вот внимание включение с приморским шоссе здесь рядышком автобус с рядышком остановка общественного транспорта на данном автобусе можно доехать до этого станции метро беговая вдоль берега проходит замечательная асфальтовая дорожка на которой можно от самого солнечного до зеленоградска или до зеленогорска добраться на велосипеде на велосипеде имею ввиду комарово комарово там у нас вдалеке петербург виднеется лахта центр где-то там у нас кронштадт острова с портами ну и сам комаровский берег собственно такая экотропа такой комаровский берег песчаный сосново-еловый легкодоступный со свежим воздухом уже морским вода чуть прогреется можно купаться так что приезжайте наслаждайтесь петербургом не только эрмитажным но и экологическим всех благ лайки подписки что-то надо делать блог доблагодарен поднималась и в в в в в и в